Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 70, тема Крещения. А как же младенцы при Крещении? Они не пишут заявлений и ни в чем не дают обещаний Богу, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все ветхозаветное было прообразом новозаветнего. Колосиным 2.17. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Евреям 10.1. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Каждый рожденный младенец в Израиле после Авраама должен был быть обрезан. Бытие 17.13-14. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и купленный на серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Обрезание было знаком совлечения природной нечистоты, посвящения усыновлению Иегови, уневещивания. В Новом Завете обрезание заменено крещением, колоссином 2.11. В нем мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым. «Учитывая то, что в древности не было известно ни о противозачатанных средствах, ни об абордах в таком масштабе, то легче допустить, что в семьях были дети, и при том много, и разного возраста, чем огульно и безответственно утверждать, как делают сектанты, что в больших домах рабовладельцев детей не было. «Когда обращался ко Христу хозяин дома, то всегда вместе с ним и весь его дом». Деяние 11.14. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяние 16.31-34 стихи. Они же сказали «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. «Если в церковь есть корабль, то спасающиеся на нем никак не оставят своих детей на погибель». 1 Петра 3.20. «Некогда непокорным, ожидающему их Божию долготерпению, водниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Беда не в крещении детей, а в том, во что это вылилось, в языческий формализм. Самая большая беда православной церкви в том, что ныне утвердилась практика неправильного входа в нее через детское крещение. По точным методам выдаются свидетельства номинальным христианам. Вход в церковь должен быть сознательным, полноценным, евангельским. Через личное уверование принятия Христа в свое сердце, через обещание служить Богу доброй совестью, ничего этого ребенок сделать не может. Крещение детей в этом виде, как оно есть, должно быть почти прекращено. Крестить должен детей только у глубоко верующих родителей. Быть может, одного на тысячу.